добрый день вопрос по поводу лечения панических атак тревоги и так далее сам вопрос панические атаки сильный страх сойти с ума постоянная тревога плохой сон дореализация апатия ну то есть в общем и целом опасая это описание тревожного синдрома панических атак в какой-то момент взял себя в руки состояние начал улучшаться после случился карантин дополнительные психотравмирующие обстоятельства и соответственно ночью человек проснулся с панической атакой и практически двое суток без сна было страшно тревога зашкаливала но обратился человек к психиатрам был назначен аланзапин при приеме аланзапина человек уснул а сейчас правда не очень понятно продолжается прием за аланзапина или нет сейчас что-то очень страшное в момент когда я начинаю отходить коснулся состоянии между сном и явью обрывки фраз диалоги образа галлюцинации но стоит мне всего этого испугаться и проснуться как все проходит после этого заснуть естественно некоторое время не могу чувство страха сохраняется днем разбитость беспокойство пытается контролировать свои мысли думает не сошел ли с ума может быть шизофрения ну и соответственно все 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 мысли заняты именно вот этим при сном состоянии ухудшается боится вот этого собственно состояния галлюцинации видения обрывков раз так далее так подобное ходил к психиатрам все разводят руками делал мрт все в норме на что можно сказать по этому поводу естественно диагностика лечения по письму невозможно но можно высказать некоторые предположения собственно во всей вашей истории описывается вариации на тему тревоги то есть это либо тревожный синдром напрямую либо это панические атаки либо это до персонализации до реализации тесно связанные с тревогой либо соответственно это переживание тоже тревожные переживания по поводу возможного наличия психотического заболевания шизофрении то есть все крутится вокруг тревоги абсолютно все что вы описывали этот страх там карантин болезнь смерть и так далее то есть все вокруг тревоги и собственно это наверное и было бы целесообразно лечить аланзапин который был вам назначен это собственно антипсихотик это инцизивный нейролептик который используется для лечения психотических состояний но может он быть некоторых случаях использован как мощное седативное средство снотворное как средство для повышения веса если у человека там допустим анорексия может быть он использован при тяжелых апохондрических каких-то фиксациях да но тем не менее собственно действия на тревогу у него прямого нету он действует на тревогу только за счет мощного седативного успокаивающего эффекта это не совсем то что нужно почему решение было принято начать лечение вашего состояния именно саланзапины я не знаю тут два варианта либо все-таки это не совсем верный выбор препарата и группа препаратов собственно как таковых нейролептиков потому что тревога все-таки лучше всего купируется транквилизаторами хочешь не хочешь вот либо либо ваше описание не совсем объективно то есть возможно у вас были какие-то другие симптомы которые врачи увидели соответственно поэтому был выбор сделан в сторону нейролептиков но я могу предположить что все таки все таки здесь скорее имеет место быть ну если не ошибка то не совсем корректно назначенная терапия поскольку и уже после того как вот все это развернулось уже на фоне аланзапина с гипногогическими галлюцинациями они не являются кстати признаком психоза с вот этими вот такими просолнечными состояниями тоже вызывающими собственно страх тревогу вот и после этого у вас тоже доминирует именно тревожная симптоматика то есть страх ну если был раньше страх умереть да страх сойти с ума то теперь конкретно страх шизофрении крайне маловероятно чтобы что-то подобное из шизофренического спектра у вас было скорее всего это именно фобия именно страх вот поэтому я бы конечно попытался бы если вы обращаетесь психиатром они не знают что делать я бы попытался может быть уменьшить немножечко дозировку аланзапина и попробовать ввести противотревожные препараты если это даст положительный эффект то тогда рассмотреть вообще отмену аланзапина и лечение собственно тревоги если она является основным ведущим синдромом а вполне вероятно что и нозология от которой следует лечиться но это естественно только мое предположение я говорю строго по тексту вашего письма я вас не видел и не консультировал поэтому это только то что можно так скажем извлечь из вашего текста по любому решение должно приниматься естественно с лечащим врачом дополнительную информацию вы можете найти нашем сайте меднаука . на нашем канале на портале youtube.com всего вам хорошего до свидания